Продолжение следует... Продолжение следует... С указанием жесткого срока завершения строительства и, соответственно, реализации указанного проекта. Рабочая группа озвучивали заявителю, что это решение предварительное, что это решение рабочей группы, и перед членами градсовета у них будет возможность представить еще раз свое обоснование и уже получить окончательное решение. Но заявитель не явился на заседание градсовета, поэтому, честно признаюсь, при таком положении тогда... То есть наше желание и стремление помочь ему наткнулось, что сказать, на его нежелание... Обратную связь не получил. Ну что, снимаем, то это вопрос. Соглашаемся с совещанием рабочей группы, онецелесообразность в проявлении срока. Да, мы просим также гарантийным письмом продлить нам договор аренды данного земельного участка сроком на один год, в чине которого мы обязуемся построить и ввести в эксплуатацию данный объект строительства. В чине периода, который нам давался для данной постройки, мы проводили ряд работ, которые были необходимы для того, чтобы ввести данное здание административное в полное функционирование. Теперь вы сейчас ускорены тем, что здание будет строить и все остальное. А если опять не уложитесь? Мы чем-то будем здесь собираться? Нет, мы гарантируем это. Готов, основной проект сейчас на 95%. Директору можете передать, это решение будет окончательное и рассчитывать на то, что месяц, два, три в случае не доделок уже не будет. ООО 464 комбинат нерудных ископаемых о предоставлении в аренду земельных участков МОГУ Рутула, северной деревни Володь, для строительства фабрики по обжигу и ввести автомобильной дороги. Единственное въезд, где у нас нет крупных предприятий. Просто зачем нам сейчас... Здесь мы строим еще на Красных Воротах новый микрорайон большой, почти миллион метров квадратный. Плюс у нас там есть еще много инвестиционных проектов, которые ведут, скажем, по строительству жилья в Рождестве. Правильно? То есть, мне кажется, все-таки надо другую площадку искать, Олег Петрович. Давайте подыскивать другую площадку. Это не самое лучшее с точки зрения экологии производства, поэтому взять его, разместить здесь, мне кажется, неправильно. Не, ну давайте мы его, то есть по фабрике мы оказываем, а по дороге давайте посмотрим. Ну, мне кажется, зачем нам вот эти риски-то? Сегодня здесь действующие карьеры, соответственно, с этого карьера идет известь на обжиговой печке, которая расположена на промплощадке Тул-Чермет, существующей в черте населенного пункта на сегодняшний день. Все предприятия, которые у нас построены, в том числе и Тул-Чермет, это предприятия, которые не сами с точки зрения экологической, а безопасные предприятия. И взять сейчас направление, которое у нас потенциально идет в развитии, не проблема. Давайте мы подберем другой карьер, другой участок, который будем предоставить. А это надо просто спокойно, так сказать, завершать его разработку карьеры и закончить на этом. Все, принимается. Продолжение следует...